Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нюрашворд. С вами я, Юрий Геминфар. И сегодня у нас в гостях замечательный человек, политик Константин Натанович Боровой. Здравствуйте, Константин Натанович! Здравствуйте, Юра! Рад вас видеть! Я тоже очень рад вас видеть. Но вопрос у меня вот какой. Мы с вами постоянно в наших эфирах это обсуждаем, но проблема в том, что, так сказать, ситуация меняется каждый день. Дело в том, что 30 января представители экономически развитых и свободных регионов России во время форума пост России, который состоялся в помещении Европарламента, сообщили о том, что они намерены запустить онлайн-референдум по самоопределению республик. Но вот какое дело. Речь идет о так называемых русских регионах. Это Калининград, Санкт-Петербург, Урал, Сибирь, Кубань. То есть не о национальных республиках, не о малых народах в Российской империи. И вот отсюда у меня вопрос. А является ли это знаком того, что идея отделиться от Москвы, она поселилась в головах населения вне зависимости от национальности? Ну, потому что, смотрите, вот еще, ну, возьмем, 10 лет назад разговор об отделении, это было удел двух-трех городских сумасшедших. А теперь эта идея широко обсуждается. Вот как вы считаете? Вы знаете, общество очень сильно зависит от состояния элит. Мы с вами знаем, что референдум о сохранении Советского Союза в Украине победил ли с большим преимуществом сторонники сохранения Советского Союза? И почти встык с этим референдумом прошел референдум о независимости Украины. И победили сторонники независимости. Это очень сильно зависит от настроений элит. Вот. А в регионах России вот это состояние, желание, что ли, автономизации, оно свидетельствует скорее о неподдержке федеральной власти, о том, что она теряет власть, о том, что вот русские, даже русские регионы хотят смены этой власти. Может быть, не автономизации пока. Вот. Но смены власти точно. В любом случае, такой референдум – это хороший социологический результат, который покажет количество людей, которые недовольны властью. Но так же, как и при распаде Советского Союза, именно национальные регионы выполняют такую ведущую роль в процессе дезинтеграции. Хотя, если говорить о Калининградской области, настроения независимости там очень сильные. На Дальнем Востоке, в Уральской республике уже давно, еще при Ельцине, при Росселе были настроения. Там речь шла о создании даже собственной валюты, потому что они не хотели, Урал не хотел кормить не только Кавказ, но и коммунистические регионы, которые проводили эксперименты по регулированию цен. Если вы помните, эти эксперименты закончились в 1998 году трагически. А обвал валюты — это был очень сложный процесс переходной. Константин Натанович, но вы упомянули регионы, элиты регионов. Но я приведу только один пример, хотя могу это приводить, что называется, эти примеры очень долго. Пример региона, проблемами которого я занимаюсь уже 4 года — это Ингушетия. И именно на примере Ингушетии я покажу. После того, как убрали Евкурова, именно по требованию населения там назначили абсолютно пустое место. Махмуд Али Макшариповича Калиматова, экс-прокурор Самары, человек, извините, из песни слова не выкинешь, крепко сидящий на стакане, ну, пустое место. Но такие примеры я могу приводить очень долго. И Михаил Дегтярев из Приморья, бывший банщик Жириновского, и Комарова из ХМАО. Ну, понимаете, там Путин подобрал ничтожества. И эти ничтожества, они вообще что-то своё заявят? Ну, вы, да, не все регионы перечислили. Во многих регионах главами, губернаторами являются бывшие охранники Путина. И это люди с, ну, сказать, с плохим образованием. Я хотел вообще без образования. И их поведение в процессе, вот, начала дезинтеграции совершенно непредсказуемо. В отличие от ситуации с распадом Советского Союза, когда достаточно стабильная власть была и в России, и в Белоруссии Шуркевич, и в Украине, и в Украине Кравчуг, и в Казахстане Назарбаев, и в деспотиях Центральной Азии, и в странах Прибалтии тоже сильные режимы. Значит, сейчас это очень слабые руководители регионов, но определяющую роль, особенно в национальных регионах, играют не формальные руководители. А кланы, а национальные элиты, они не всегда входят в состав руководства, там, республик. Там по-другому устроена власть, по-другому устроена экономика, ну, так же, как в Чеченской республике. Тейпы и в Ингушетии, кстати говоря. И как они себя будут вести в ситуации, будет зависеть от этих, так сказать, групп, от этих объединений, что ли. Вот. И понятно, что роль глав регионов, вот этих очень слабых, она будет ничтожной. То есть на них, по всей видимости, и особенно внимания никто обращать не будет, они потеряют власть очень быстро. Но параллельно с формальной властью на карту России докладывается большое число сетевых структур. Главная сетевая структура – это армия, которая обладает разветвленной сетью по всей России. Министерство обороны принадлежит очень много собственности. И самое главное, в руках у Министерства обороны инструменты, так сказать, силовые. И за эти инструменты будут бороться регионы. Регионы будут бороться и между собой. Вот мы, если вы хотите сосредоточиться на ситуации в Ингушетии, то очевидно совершенно, что несколько регионов, несколько руководителей регионов будут претендовать на доминирующую роль. И, скажем, Рамзан Кадыров не случайно занимается созданием собственной армии и тренирует ее, и финансирует, и поддерживает в боевом порядке. Это означает, что в переходной период он начнет настоящую борьбу за подчинение себе ближайших регионов. А вот вы упомянули личную армию Рамзана Кадырова, но ведь сейчас, вот с момента, когда мы с вами недавно разговаривали, было 10 официально известных ЧВК, сейчас их, пардон, 23. И у меня тогда вопросы. Ну, вот наличие таких банд, типа Пригожинского, ЧВК Вагнера и так далее, не станет ли катализатором отделения, что просто регионы будут защищаться от таких бандитов? Ладно, окей. Кадыров. Кадыров, он все-таки региональный руководитель. А вот Пригожинская, ЧВК Вагнера, это, ну, транснациональная банда. Вот не станет ли это катализатором отделения, как вы считаете? Я думаю, что это нельзя называть катализатором, потому что, значит, вот особенно региональные частные армии, частные военные компании, они создаются как раз с целью, ну, формально они создаются с целью защиты федеральной власти. Значит, защиты существующего строя, существующей власти в регионах. Но фактически, и это не очень скрывается, скажем, даже Кадыровым, это вторая по ценности задача, это защита региональных элит, защита интересов регионов. Потому что все понимают, что в переходный период межрегиональные конфликты это та реальность, с которой столкнутся, ну, практически все регионы. Вот, и это еще один, получается, сетевой фактор, значит, который будет накладываться на структуру вот дезинтеграции регионов, принимать участие как силовой фактор. Мы, кстати, с вами не перечислили еще несколько структурных сетевых подразделений, в частности, вот, спецслужбы. Спецслужбы, у которых достаточно сильные региональные представители. Мы с вами знаем, когда на их пятки наступают в регионе, а они готовы огрызаться, они там Навального отравили. Это действия региональных структур, а не федеральных. Вот. Так что тут двойная роль. С одной стороны, укрепление, ну, формальное. Вот. А с другой стороны, как недавно вдруг проговорился Рамзан Кадыров, вот, это защита региональных интересов даже от федерального центра. А тогда вопрос, вот, на ваш взгляд, как вы считаете, распад империи, он принял уже необратимый характер или репрессиями за каждый косой взгляд, за каждое неосторожное слово это можно как-то предотвратить? Репрессиями вряд ли это можно предотвратить. Возможно, более хитрая, более продуманная политика, вот, Китай, это тоже репрессия, понимаете, но репрессии очень осторожные, очень хорошо рассчитанные. С репрессиями речь идёт о глобальном процессе, речь идёт о продолжении распада огромной Советской империи. Большой кусок, который, значит, остался вот не распавшимся. А все империи, начиная с середины прошлого века, распались все. Ну, может быть, вот, китайская ещё не распала. То, что процесс начался в девяносто первом году или раньше, как считают многие, это проявление общей закономерности, а не желание каких-то элит, каких-то регионов. Общая закономерность человечества движется от рабово-зоориенческого строя к феодализму, от феодализма к капитализму, от авторитарных режимов, авторитарной власти к демократии. Поделать тут ничего нельзя. Путин, когда говорит о том, что американцы внедряют некоторую модель западной демократии, он хитрит и понимает это. Это общая человеческая закономерность. Вот. А локально, конечно, можно останавливать этот процесс, тормозить и репрессиями, и... Но, в конце концов, вот Кампучи, Камбоджа, там же ведь были страшные репрессии. Треть населения, треть была уничтожена, причем самым садистским способом, там, в ухо забивали эту палочку, чтобы человек убирал, умирал в мучениях у всех на глазах, бамбуковую палочку. Но и все равно это закончилось, потому что потеряв экономические основы для существования, государство просто не выживает. экономические основы для существования вот этой имперской России потеряны давно. Единственный источник финансирования имперской России это высокие цены на энергоносители, но они тоже, как вы знаете, колеблются и сжирают этот ресурс, коррупция и неэффективная экономика и войны теперь вот в Украине все говорят о том, что уже возможны и другие войны, в которые вступит Россия. В общем, осталось недолго. Ну и тогда в заключении вопроса, на ваш взгляд, а что же останется Московской империи? Российская империя, она москвоцентрична? Ваше видение будущих границ этой страны? Ну, ясно совершенно, что если это не будет оккупация, как вот в Германии после нацизма, а это маловероятно, этим никто не хочет заниматься. Это значит, что это будет несколько десятков государств, ну, три десятка, как сейчас принято считать. Часть из них будет демократическими, я надеюсь. Часть из них будут недемократическими империями или осколочками этой империи, и они будут жить, так сказать, с тем, что портить будут жизнь окружающим. Ну, вот как с Советским Союзом, деспотии азиатские, ну, они мало похожи на демократические государства, вот, но появились и по-настоящему демократические государства, страны Балтии, Украина, Грузия, Балдова, в общем, пережив, власть коммунистов, все-таки возвращается вот в европейское сообщество. Вот, я думаю, что автократии совершенно не обязательно на территории Москвы или Московской области появятся. По моим оценкам, более вероятно, вот эта империя или даже просто название Российской империи возникнет где-то на юге России, где очень сильны националистические настроения, а где очень сильны националисты просто. Исторически это так. Понятно. Константин Натанович, спасибо вам огромнейшее за интереснейшую беседу. Друзья, я напоминаю, вы слышали точку зрения политика Константина Натановича Борового. Но я напоминаю другое. Выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Ньюрошворд, обязательно подпишитесь на канал Константина Натановича, ссылка будет дана в заголовке и до встречи. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Продолжение следует...